Я проснулась, сегодня суббота у нас, я проснулась, ничего не мыла, не мыла голову, быстро наденула шапку, бегу за двором, потому что сейчас полдевятого, вот, и уже поздновато, хоть бы успеть, поэтому ничего не делала с собой, потом приду, на мою голову, все такое. Вот, вчера вот точно такой, так и не погуляли, сходили в сельпо, сходили в вару, сходили в ногу, возле нас, рядышком. Вот, и посидели дома, посидели, фильм, ну, вчера классно, что посидели дома, потому что с Комаровым был, с Дмитрием Комаровым передача вчера была «Вот войны», вот, и фильм потом был «Черкассы», тоже интересный, поэтому вчера были дома. Сейчас посмотрим, что за погода сегодня, вроде муж говорил, на выходные должно быть тепло, ну, скорее всего, куда-то на природу сегодня мы днем. У меня еще, я хочу к Лавине поехать в эпицентр, посмотреть там линолеум, вроде бы там по стущим-то гривен, по скидкам линолеум, ну, посмотрим. И муж там, рядышком, встретится с работой, с парнем, который, ну, сейчас в ВСУ, он сейчас в Киеве, договорился там встретиться с ним. Вот, так что, такие дела. Все, идем на улицу. Тепло, но пасмурно и сыро. У нас ярмарка, наверное, я сейчас, наверное, забегу на ярмарку сама, потому что там мужа не буду ждать, он тоже проснулся, но сейчас пока выберется, час пройдет точно. У меня муж не быстро собирается. Ну, полчаса точно ему надо. Короче, я иду за творогом, и потом посмотрим, может, на ярмарку забегу, хотя нам ничего не надо. Может, возьму кусочек почеревочки такой, не почеревочки, а сальца с прослойкой белого мяска для мужа, может быть. Посмотрим, если будет что-то. Так, купила 2 килограмма творога. На улице тепленько, только мокро. О, сейчас еще зайду, мне надо какие-то таблетки купить. Тихо зайду, пойду посмотрю, ярмарка есть или нет. Ну, должна быть, у нас каждую субботу ярмарка. В этом доме, кстати, жила барышня, которая сбила Артура на пешеходном переходе. Так ничего нам и не отдали. Телефон побили тогда, и велосипед, и больница. Сколько Артур бедненький лежал до сих пор. Шрамы на теле у него, сволочи бессовестные. Ой, ладно, подкупили следователя, и ничего нам не дали. Зайду в аптеку. Так, все, в аптеке купила, иду, женщина идет. Ну, бабушка уже с бутылками воды где-то набирала, с тележкой. Собака такой прикольный с ней. Такой староватый, ну, такой прикольный, типа шпица, только большой. Такая морда красивая. Прям залюбовалась. Так, иду. Сейчас я с Вероничкой надо будет поездить. Надо будет ее забрать сегодня. У нее концерт в клубе. Она работает сегодня. А потом отвезти в ночной клуб к подружкам ее в центр. Тревога у нас. Взлет самолета. Покупила там шальцо. Потом еще такое пожарить купила. Сейчас хочу еще в эко-маркет зайти посмотреть. Если они открыты, конечно. Я насчет эко-маркета не знаю. Во время тревоги. У меня у самой первой прозвучала тревога на ярмарке. Потом еще у человека. И потом уже началась на улице тревога. Так, я же хочу с собаками на природу, чтобы они побегали. Хотела скотчика взять. Да забыла, что подружка уехала к подружке ночевать вместе со скотчем. Эко вроде работает. Сейчас посмотрим. Так, работает. Люди выходят и заходят. Так. Звонила мужу, чтобы малую будил, кормил. А уже иду домой. Такая погода классная. Особенно, когда солнышко выходит. Я вот это иду. И в последнее время ловлю себя на мысли. Что я себя очень хорошо чувствую, когда я одна. Вообще вот одна-одна. Но еще я очень люблю с Виталинкой, конечно, находиться. Посижу чуть-чуть. Все равно они пока будут собираться. Мне тоже надо в душ. Я еще покупаю сейчас. За полчаса я соберусь быстренько. Видите, солнышко выходит. Класс. Хочу показать сразу покупки здесь. Вот. И уже дома не буду показывать. Потому что в ванную сразу полезу. Буду мыться. Так. В эко-маркете купила семеренко яблоки. Блин, мясо. Вот это сало с прорезью, которое мы любим, уже по 380 гривен. Вообще охреневшее полностью. Дороже сало стало дороже мяса. Вот такое вот. Вот. Ну, не совсем белое. Ну, тут вот белое, а тут уже красновато. И плохо зачищают, видите, вот эту пленку. А по 380 еще больше этой пленки. Такое по 380. И вот такое. Ну, такая грудина. По 170 это пожарить. Не знаю. Сейчас мы решим, куда мы поедем. Или на Днепр туда. Либо же здесь. Вокруг озера. Наверное, на Днепр муж захочет ехать. Так, дальше. Зашла в эко-маркет еще. Вот такие фарфале Армандо. Я такие не брала еще макароны. Фарфале это бантики. По 35 гривен. 34 там с копейками. Дура. Господи, как это? Твердых сортов. Дура. По 14 гривен нутелла. Вот такие батончики. Короче, в одной коробке лежат по 14. В другой по 20. Я на кассе говорю, а какая цена правильно. Короче, по 14. Взяла Вероничкина вечер. И Виталинка любит этот батончик. Потом сулугуни взяла сыр. Он был там 50 с чем-то гривен. Взяла полтора килограмма куриного филе. Оно по 132 гривны. На 200 гривен почти. Вечером хочу Вероничку, когда поедем, забирать. Запеку ей в духовке с сыром. Вот с этим, наверное, с помидоркой. Потом последний кусочек забрала. Это у нас стыгно по 150 гривен. Видите? Ну, дешевле чуть-чуть, чем в сельпо. Тут 856 грамм на 130 гривен. Это я хочу на вечер чисто налепить пельмени и сразу их съесть. И 2 килограмма творога. Так. И еще вот такой зотис. Это Виталинки десерт я взяла. Все. Артуру ничего не брала, потому что там есть еще такой у него десерт со сливками. Он не съел. Вот такие дела. Сейчас это все сложу обратно и пойду домой. Иди сюда. Ты чье такое? Иди сюда. Иди ко мне. Блин, чья-то собака, гляньте, с ошейником. Дворняжка. Или сбежала, или что не подходит. Блин, жалко. Решила еще 5 минуток посидеть. Послушать, как вороны кричат. Как синички. Чирикают. Скоро весна. Потом лето. Мы будем ходить на пляж. Здесь на озере. Я буду кайфовать. Получать солнышко. Ай, будем приходить домой. Я так любила, когда Виталинка маленькая была. Мы приходили в обед домой и ложились спать. Балкон открыт. Так веяло прохладой. Вы знаете. А еще я вспоминаю. Я очень люблю свою квартиру, в которой мы сейчас не живем. И я очень любила там просыпаться утром. Особенно в выходной день. У нас там рядом, короче, такое санкция юных натуралистов. И там петушки кричат. Там часто выставки голубей были. Приезжали эти голубятники. Вот. Привозили курей, голубей. Из этой вот... И там еще у них свои, короче, куры, гуси живут. Ну, такое свинья там жила. Не знаю. Там она сейчас закрыта. Оттуда прохода нет. А раньше там можно было гулять спокойно. И вот это я туда проснешься утром, когда летом, да. Летом там весна. И так у меня тюль белая. Шторы у меня такие коричневые, сжатка. И вот эта тюлька лышится. А на ветру балкон открыт. Вот. Очень круто. Так что такие дела. Такие воспоминания приятные. Так скучаю за той квартирой. Я так хочу жить одна. Ну, я имею ввиду, там, с своей семьей, да. Вот. Но там, к сожалению, очень маленькая квартира. Там мы поместиться можем только я, муж и Виталинка. Там две комнаты. Одна из них проходная. Вот. Максимум там вот это один ребенок и муж, жена. Мы жили там с детьми, но дети были маленькие. Они жили в одной комнате как бы. Не, ну, конечно, если бы не было выбора, вот. То жили бы и там, но мало там места. Вот. Очень, очень скучаю за той квартирой. Там нет лифта, который гудит, ездит. Нет столько квартир в доме. Соседи все друг друга знают. Там под домом погреб у нас. Кстати, мы туда часто приезжаем, я снимаю. Вот. Короче, старый район. Школа прям под домом. Классное место, но нет озера. Мы с Виталиночкой уже разговаривали на эту тему. Я бы хотела очень туда переехать. Уже бы переехали давно. Виталинка говорит, мама, летом озеро, говорит, так классно здесь. Она очень любит купаться, плавать. И я люблю. И тут больше природы у нас. Ездить с собаками гулять. Там, конечно, в этом плане. Вокруг дома только и березовая роща. Там парк. До него идти еще надо. Ну, в лес можно проехаться. О, шнурок. Вот это да. Как же я так ходила. Ой. А еще, девочки, у меня знаете, что весной начинается? Я купила семена. Я хочу землю садить. Короче, купила вот такую лаванду. Купила вот такую кермеку, видела. Это такое оно как сухостой. Сухоцвет. Классный. Не знаю, если получится на дачу поехать. Сейчас не можем мы сейчас поехать на дачу. Не буду говорить причину, но не можем. Вот. Кермеку такую вот. Надо купить, кстати, будет. Сухоцвет такой. И вот такая лаванда. Боготоричная. Я посажу там на даче, если поедем. Нет, посажу в горшке. Тут крупнее семена, чем я во Львове собрала. Я посадила в горшок семена лаванды. Она проросла. И такая тоненькая-тоненькая. Ну, вообще, меньше миллиметра. И все. И тонюсенькая такая и пропала. Не скажете, что, как дальше вот посадил. И что дальше. Проросло. Что дальше делать? Не знаю, почему она такая тоненькая, хилая была. Ну, вот. У меня лаванда по запаху так себе. А вот по виду мне очень нравится она. Ой. Так что я очень скучаю с той квартирой. Если бы это было в этом районе, я бы уже давным-давно там жила отдельно. Вот. Вероничке бы нашу комнату отдала бы. Она бы, наверное, сюда переехала. А мы бы отдельно жили бы. Вот. Вы скажете, продать квартиру там и купить здесь. Нет. Не получится. Нам вряд ли это получится. Максимум, что мы сможем тут купить. Может быть. Это в самом-самом шикарном случае. В лучшем. Однушку здесь на Амбалоне. Если продадим там квартиру на Куреневке. Очень дешево там. Вот такие мысли мои. Любите, когда я разговариваю, рассказываю что-то. Так кайфово. Знаете, такое прикольное тут место. Ну, тут, конечно, люди сидят часто. У нас тут пятачок это называется. Тут лавочки. Ой, вообще с утра классно. Людей мало. Ой, хорошо так. Небо хмурое. Будет дождь или снег. Видите, какое небо. Ой, так люблю фотки делать вот такие. Класс. Все, ладно, пойду домой. Потому что надо голову еще помыть, умыться. Все такое. Так все так рассмеялись. Две этих идут. Хаски, по-моему. Короче. Не знаю, мальчик и девочка у нее. Хозяйки или два кобеля. Не знаю. Короче. Федя. И он такой раз, раз, раз поворачивается за мной. И такой. Она говорит, идем, Федя. Он типа пошел. А потом резко раз разворачивается и к кульку. И за мной. На поводке потянула ее такой смешной. За мясом. Мясо учуял. Так смеялись с хозяйкой. Капец смешной. Федя. Виталинка сзади. А эти гоняют. А эти гоняют. Тепло, но ветер холодный. Ну, такой, знаете, весенний. Ветрено. Смотрю, Комарова. Вчера, как вам, кстати, передача про войну с Комаровым. Так. Что у нас? Все валяемся после прогулки. Нагулялись очень сильно. Собаки вообще без задних ног. Жульки. Сняла одного клеща с головы. Муж их искупал полностью. Прочесал на всякий случай. Надеюсь, все будет хорошо. Клещ был очень маленький, черный. На голове, вот тут между ушей. Вот. Мы уставшие. Вот. Я отдыхаю. Муж поехал отвозить сына на работу. Короче, муж поехал отвозить Вера и Артура на работу. На восемь вечера. Потом, надеюсь, он едет Вероничку забирать с концерта. Я не помню, кто-то сегодня такой модный выступает. Она официанкой подрабатывает, когда есть концерты. Ну, это где-то в выходной день. И это сейчас не каждую неделю. О, если завтра фильм. Жесть. Страшный фильм. Конец света. Вот. И... Сейчас переключу. Не хочу смотреть. И я должна была поехать с ними. Потом он ее отвозит в арену. В ночной клуб. Это в центр Киева. На Бессарабскую площадь. Туда. Какой-то там ночной клуб. Всюночный. Есть клубы, оказывается, которые всю ночь работают. Вот. И... Я должна была поехать. Но не поехала. Потому что Виталинка не хочет с нами. А муж не хочет оставлять Виталинку. Ну, поэтому... Ну, поэтому... Я говорю, давай остановься дома. У нас подружка в Роблокс играет. Там подружка со Львова. А я это осталась дома. В девять у нас забирает с работы. И отвозит на... К десяти в ночной клуб. Вот. И потом приедет домой. Сейчас он сына повез. Я дочке передала еду тоже. Приготовила бантики ей. Макарошки. И сделала куриное филе. Грудку разрезала. Так кармашком. Вложила туда сыр в сулугуни. И масло сливочного кусочка. И поджарила эту грудку на сливочном масле. На сковородке с двух сторон. И бантики сварила. Вот. Ну, и все. А, на чаек. И еще ей там этот... С мутеллой батончик. И сырочек. С соленой карамелью. Вот. Сырочек в шоколаде. Ну, и все. Такие дела. Вот. Так что, я знаю, влог будет за день. Или за два дня. Посмотрим. Да, кошка у нас временами орет. Такие вот. Выходной у нас такой первый прошел. Завтра тоже надо собак где-то с утра выгулить. Они так круто гуляют, что просто жалко их не выгуливать. Посмотрим, либо вокруг озера пойдем, либо опять куда-то поедем. Ну, главное, чтобы доезжая не было, потому что, видите, к вечеру сильный дождь. Слава Богу, что в такой день муж выходной, что сможет их и сына отвезти на работу, на ночную. И дочку оттуда забрать, туда отвезти. Короче, и дочку покормим, потому что она с работы голодная будет. Вот так. Уже со спокойной душой я буду. Все, мы будем отдыхать. Жулька там в ногах валяется без задних лап. Вот. Так что все устали бы уже. Руины, это капец. Все. Посмотрим, что там получится у меня по влогу. Увидимся завтра. Так, покупки от ИБ. Купила такие прокладки. Такие. Бучки на ход-дохе. Печенье для чизкейка. Сыну йогурт на работу. Два чая. Такой мятный, лимонный. И угораи. Это с бергамотом. Два лаваша. И здесь у меня морковка и лук. Морковка и лук стали очень дорогие. Вот. Все такие покупочки были небольшие. Так, едем в лавину. Заехали на ОКО подкачать колеса. Сейчас муж подкачает, что у нас там одно колесо постоянно спускает. И едем. Нам надо там в эпицентр попасть в лавину. Я увидела в интернете вроде там распродажа линолеума. И возможно в лавину зайдем или в Ашан. И вот. Продолжение следует.